Новенькие, один другого интереснее, домики для птиц, перед тем, как были развешаны в Березовой Рощице, где было организовано праздничное мероприятие, проходили конкурсный отбор на лучший. Скворечник под номером 22 вместе с мамой делала Алена Михаленко, ученица Володарской школы. Мы покрасили его золотой краской, наклеили бумагу специальную. Моя любимая птичка Скворец, потому что он хорошо поет. Местом проведения субботника и акции Скворечник володарцы выбрали уютный уголок поселения – территорию бывшего детского выездного лагеря Светлячок. Мы вышли на субботник собрать здесь мусор, убраться в нашем поселке. Скворечники сделали, сейчас будем вешать для наших птичек, чтобы у нас было красиво в поселке, не хуже, чем везде. Соловьи здесь поют у нас красиво, поэтому даже чтобы они их больше стало, было бы очень прекрасно. У тебя есть любимая птичка? Да, соловей. А на втором месте у меня воробей, потому что я воробьёва. Родители, бабушки с начатами, педагоги дополнительного образования с большим энтузиазмом убирали эту территорию. Кажется, самим проведением, предназначенную для детей. Берёзовая роща, чистый воздух, новый детский садик «Пчёлка», импровизированная сцена, на которой ребята демонстрировали свои таланты. С мечтой о новом просторном музыкальном детском учреждении все пришедшие радовались успехам юных артистов. Библиотека-музей находится на первом этаже двухэтажного здания, а школа искусств на втором. И более ста учащихся ютятся, можно сказать, не хватает помещений. В музыкальной школе очень тесно учиться. Очень маленькие классы, неудобно. Скворечники были развешаны. Птички заселят свои новые домики. И будут радовать жителей своим пением, как и ребятишки из местной музыкальной школы. Людмила Медведева и я, Даня, Елена Кошлева, Видное ТВ.